Спонсор передачи магазин детского питания и товаров для детей Викуша. Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале НВК Саха. Вы смотрите «Город женщин». И сегодня среда, а значит в течение практически часа с вами будем мы. Это я, Дарья Анкехова, Мария Куницкая у нас мастер на все руки, все лайфхаки от нее, а также наш стилист Бема Лазарева, которая сегодня расскажет нам очень много о летней моде. Да, вот так вот. Маша, ты чем порадуешь нас сегодня? А я, будет совет для ппшников, тех, кто любит правильно питаться, и для тех, кто собирается куда-то на пикник. На пикник. Ну а гости сегодня будут очень интересны, и мы решили посвятить именно наш эфир сегодня детству, детскому настроению и детскому творчеству. Поэтому оставайтесь с нами, а мы начинаем. Ну и, конечно, как же мы можем начать эфир без Марии Куницкой? Машенька, тебе слово. Ну и раз уж дошла до меня очередь, значит, я сегодня хочу сделать такой небольшой смешной лайфхак с вот этим пакетиком. Помимо бутылок у нас еще не разлагаются в природе вот такие пакетики. И очень часто, знаете, буквально, ну вот у меня осталось немножко тут джема. Приходится выкидывать, но его доставать оттуда очень тяжело. Что мы делаем? Я вот так обычно срезаю и выкладываю, ну джем, я знаю, что мы его все равно съедим, и джем выкладываю в отдельную, допустим, трючечку там или посудку там. Ой, а я иногда так зубную пасту делаю сейчас. Вот, совершенно верно. Вот, у меня тут ничего не осталось. А вот эту вещь, вот эта вещь, она очень ценная. Она может нам пригодиться сегодня для того, чтобы применить ее в поездке на пикник или для завтраков, которые, ну, как сказать, для перекусов или завтраков в ПП-питании. Значит, для этого мы сейчас приготовим небольшой соус. И даже, ну, не то что соус, а такое блюдо, которое, которым можно перекусить вот как раз-таки в холодную погоду. Нам нужен будет чеснок. Маш, пакетик там мешает, телезрителям не видно, как их куто режет. Так, телезрителям не видно. Вот я нарезаю чеснок. Сейчас, вы пропустили шоу. Маша, ты в ресторане работала, да? А? В ресторане работала когда-то? Нет, никогда не работала. Так легко ты режешь? А, режу я так. Да я работаю, я готовлю с 12 лет. Поэтому даже первый мой опыт готовки был, я работала поваром у папы в экспедиции и кормила толпу мужиков. Делала даже топором котлеты из налима. Топором? Да, потому что не было ножа и мастер-рубки не было. Я рубила. Это колоссальная вещь у меня вызвала. 12 лет ребенку, я с топором, они ушли. Маша, так это следующий лайфхак. Как можно котлеты сделать топором? Ну, где-то так, да. Из налима. Так, значит, вот я чеснок порубила, теперь мы рубим зелень. Мелко желательно, конечно. Надо взять либо укроп, либо петрушку. Основа вот этого соуса будет кефир. Это просто вот, знаете, замечательный. Больше того, это кефир, сметана. Ну, в зависимости от того, какой жирности. Если вы не хотите, так сказать, очень жирно что-то брать, берите кефир. У меня кефир однопроцентный. У нас же ПП. Да, ППЖ. Нам нужен будет огурец. Мы натираем огурец. Все у меня чистое, не думайте. Натираем на терке огурец. Должна внизу быть срочка сейчас, да? Да. У меня все чистое, не думайте. Не, ну поскольку я это буду есть сама, я еще перчатки поэтому не взяла, конечно. Я не думаю, что все дома готовят перчатки. Я дома готовлю без перчаток, поэтому я особо не парилась. Я думала, мы будем есть вместе. Ну, не бойся, я недавно прошла медкомиссию. Я не боюсь. Отлично. Огурчик, чеснок, зелень. Огурец, чеснок, зелень. Несколько я нарежу огурчиков вот такими вот квадратиками. Ой, квадратиками. Кругляшочками. Еще добавлю немножко лука зеленого. Короче говоря, будет такое зеленое месиво. Чесночное. Чесночное, там зелень. Кстати говоря, вообще вот этот вот зеленый цвет в еде, он очень полезен для крови. Странно. Я все время думала, это надо что-то красное типа. Нет, красное это совсем другое. Гранат, свекла. Красное для чего? Так, вот у нас готово. Теперь берем, вот у меня отдельно лежит налит в миске кефир. Мы, значит, все это туда помещаем. Заливаем. Это такой салат. Кружочки туда не запихиваем. Так, теперь мы берем пакет. Так, мы немножко солим. Вот, солим все это дело. Хватит. Перец. Это, знаете, наподобие что-то такого холодного супа можно сделать, если совсем жидко. Перчик туда. Ну, я немножко добавляю соевого соуса. В идеале туда еще добавляют немножко оливкового масла. Но, поскольку мы не едим, теперь берем вот так. Вау. А теперь, смотрите, вот эту крышечку, которую мы оставили, мы продеваем. Вот она. Вы знаете, вот берут с собой на пикники соусы часто. И они берутся, срезаются, и вы уже потом ничего не сделаете. Эту можно использовать несколько раз. Мы вот так берем. Там нужно протолкнуть. И, допустим, так, воздух надо выкачать. Вот так выкачиваем воздух. Потому что получилось что-то вроде вот как кондитерский. Да, 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 как кондитерский. И можем выдавливать. Допустим, вот мы берем тостик. Так, нам нужно немножко такой. У меня, к сожалению, там пакетик нужен был поменьше. У меня меньше не нашлось. Но мы можем так сделать. Так мы надавливаем сейчас, упс, этот соус на тост. Можно нарезать и положить сверху огурчик. Вот МакВП перекус, пожалуйста. Вот так вот, да? Так, и еще раз напоминаем, дорогие телезрители, что вот такие бутербродики, а главное с удобства, можно сделать при помощи всего лишь горлышка от джема. Не выкидаем. Но теперь самое важное. Мы можем его обратно закрыть. Гениально. Конечно, ведь может быть у него не очень, но... Если вам, опять же, в конце понадобится, вы срезаете краешек и выдавливаете все полностью. Ни бутылка, ничего, вы с собой берете соус или там перекус, она у вас лежит совершенно спокойно. Замечательно. Ну что, а сейчас мы готовы перейти к следующему сюжету, а посвящен он, конечно же, моде. А рубрика у нас про образ. Как всегда, с вами я и наша рубрика про образ. Все девушки ходят по магазинам и что же делать, чтобы не ошибиться для подбора летнего лука, посмотрим наш сюжет. Тема моды и стиля будет всегда актуальна для любой девушки, которая идет в ногу со временем. Но при этом каждый из нас хочется подчеркнуть свою индивидуальность и экспериментировать с образом. Поэтому лучшим местом для поиска нарядов является магазин, который следует всем современным трендам. Российский бренд Элис существует в России уже много лет, около 30. В нашем городе он уже работает пятый год. Дизайнеры бренда используют идеальные лекала для любых типов фигур. Также используют натуральные ткани высокотехнологичного производства из итальянской фряжи. Хорошая вещь прослужит не один сезон. А дополнительным огромным плюсом является наличие широкого размерного ряда. От 42 до 56 размера. Опытные консультанты всегда помогут с выбором. Также можно не переживать, что долго придется обдумывать новый образ. Каждая девушка сталкивается с такой проблемой, покупая какую-то вещь, она не знает, что с чем сочетать. Наши дизайнеры облегчили эту задачу. Вещи представлены в готовых решениях, они уже по капсулам. То есть наши покупатели могут прийти и уже не думая, что с чем сочетается, уже есть готовые решения. Прежде чем идти за покупками, стоит узнать, что будет в моде в этом сезоне. И подстроить этот список под личные предпочтения. Именно такой подход к шоппингу сможет обернуться успехом и поднять настроение. В этом сезоне актуальны, как никогда, натуральные ткани. Хлопок, эскоза, лен. Также яркие цвета этого лета – это голубой, изумрудный, розовый, белый цвет. Этим летом очень актуальны, но все же он никогда не выходит из моды. Можно купить белое платье, одеть его в повседневном образе. Стоит также разбавить аксессуарами и уже ты готова к выходу. Современная девушка, она очень активная, всегда выбирает универсальность. Она может выбрать платье и сочетать его как с кедами, так и с туфлями. И выглядеть при этом с ног сживательно. Правила от личного шоппинга просты. Выбирайте качественные вещи. Следуйте трендам, но не забывайте выражать свою индивидуальность. И не бойтесь экспериментировать, выбирая яркие цвета. Специально для вас в магазине Элис действуют различные акции и скидки до 30%. Делайте покупки с удовольствием. Итак, мы продолжаем наш эфир. И прямо сейчас девушка из этого сюжета уже в городе женщин. Знакомьтесь, наш постоянный уже гость в городе женщин это Нергуяна Ядрихинская. Она у нас управляющая магазина Элис. Добрый день. Добрый день. Привет, Нергуяна. Вот у меня такой интересный вопрос. Расскажи нам поподробнее, что же и кто же эта компания Элис. И самое главное, меня интересует все-таки миссия и концепция марки. Марка Элис это российский бренд женской одежды. Он представлен у нас в двух торговых центрах в городе Якутске. Это торговый центр «Оптимист» и торговый центр «Апельсин». Марка Элис отличается от других магазинов широким размерным рядом от 42 до 56, как сказано в сюжете. И также у нас одежда из высокотехнологичного производства, где используются натуральные ткани. Производство в основном это у нас Италия. Ага, итальянские ткани, да? А все же миссия какая? Подарить женщинам за недорого, хорошее качество, да, получается таким образом? Да, в нашем магазине представлена одежда, доступная каждой девушке. Широкий ассортимент, то есть она и как от делового костюма, так и до красивого романтичного платья. Там образы можно подобрать как на классические что-то, так и до романтичного образа. Тоже ол-стиль, тоже присутствует. То есть мы хотим донести до каждой женщины, девушки, что она может выглядеть каждый день сногсшибательно. При этом не ударила, чтобы не сильно ударила она. А вот скажите, если взять вот так вот в трех словах, да, кто она? Покупательница Элис, какая это женщина? Вот если в трех словах описать. Ну, это может быть и строгая бизнес-леди, кокетливая, яркая кокетливая, кокетка, да. Кокетка яркая? Да. И любых возрастов, то есть, да? Любых возрастов. А еще даже любых размеров. Да, что самое главное. Что самое главное, да. Потому что в линейке, то есть у марки Элис есть такая замечательная линейка, как Лалис. Расскажите подробнее по Лалису. Марка Лалис у нас две линии одежды, Элис и Лалис. Они отличаются размерным рядом, да. Лалис это широкий размерный ряд для женщин Сайдс Плюс до 56 размера. В нашем городе очень сложно найти одежду до 56 размера. В нашем магазине все это доступно. Все, сейчас поступила у нас новая летняя яркая коллекция из натуральных тканей, где в основном у нас лен и хлопок. Вот. И мы приглашаем наших женщин. Сейчас у нас в основном наш любимый праздник якутский эсэх. Эсэх. Ага. Да, сейчас поступило очень много платьев, сарафанов, всевозможные длины. Да, да. Это очень классно, потому что на эсэх, как бы, холода это круто. Холода это классно. Но если вы хотите что-то более функциональное, есть платья, которые прекрасно сочетаются с украшениями национальными и, как бы, повседневные. То есть, если жизнь после эсэха, конечно, да, можно использовать и обычные платья. Вот мне еще интересует такой вопрос насчет Лолис, да. На самом деле, Нургуяна, мне кажется, вы скромничаете, потому что у Лолис мне очень нравятся. У них современные модели. То есть, женщина в плюсе может одеться в Лолис очень современно и стильно. Вот расскажите, как, откуда дизайнеры черпают вдохновение, возможно, или, ну, как это вообще происходит? Производство вообще где находится в России? Россия-то большая, вдруг там где-нибудь в китайской провинции России, как всегда. На самом деле, наше основное производство это в Ростове-на-Дону. В России наш магазин представлен около 200 магазинов. Ага, регионы 200, 200, конечно. В любом городе, куда вы поедете, Москва, Новосибирск, Иркутск, в любом из этих городов есть магазин Элис. Вот, и что производство? Производство, да. Производство у нас все шьется в Ростове-на-Дону, и ткани все отбираются у нас, я сказала, в основной части это Европа. А дизайнеры у нас, они у нас особенные. Это дизайнеры не те, которые сидят в кабинетах, смотрят интернет и что-то там. Они ездят сами, участвуют на, ездят на мировые показы мод, где они черпают идеи. И воплощается все это в наши коллекции. Отлично. Ну, говорить о магазине можно вечно, но лучше, наверное, посмотреть. Тем более, мы стараемся каждый сезон. Магазин Элис сотрудничает с нами уже не первый сезон. Мы стараемся всегда освещать это в наших прямых эфирах, и поэтому давайте пригласим в студию моделей. Агентство Тайя Моделс. Ну, и, конечно же, девочки, от вас комментарии. Рассказ Нюргуяна и Бема. Так, ну-ка, давайте расскажем. Хорошо. Ставь. Иди, ставь. Окей. Серьезно. Хотим вам представить нашу летнюю коллекцию марки Элис. Она представлена у нас до 50-го размера, 42-го. Мы хотим вам показать нежные постельные тона пудрового оттенка. Обратите внимание на романтичное платье из 100-процентной вискозы. Цветочный принт никогда не выходит из моды, он всегда актуален. Обратите внимание на аксессуары. Мы говорим всегда, что девушка должна всегда свой образ дополнять аксессуарами. Аксессуары имеют немаловажное значение в образе девушки. Да, причем аксессуарами можно сделать разные образы. Вот сейчас это платье как раз-таки очень хорошо подходит под праздник из их. Если убрать ремень, то получится такой вот как бы... Почти холодай. Практически холодай, то есть коротенький холодай. Давайте посмотрим. И если вы добавите сюда, допустим, национальное украшение, это могут быть даже просто серьги, например, да. И в принципе это платье будет носибельное. Очень круто будет не только на каблуках, допустим, а на плоской, допустим, каким-нибудь там, ну, кеды, возможно, да. Можно такие кеды прям тряпочные использовать. Они будут очень стильно смотреться и разбавить каким-нибудь интересным аксессуаром. Все будет классно. Кстати, можно добавить, если у вас легкие кеды или плоские сандали, можно добавить, допустим, какую-нибудь шляпку. Кстати, они тоже ваше. Да, мы хотим еще обратить внимание, что ремень идет в комплекте вместе с партой. А, да. Бема же, можно просто национальное желе припомнить. Да, национальное желе, да. Следующее, давайте, девочки, потрясающе дальше. Далее брюки нежно-розового цвета, с высокой талией, пояс съемный, обратите внимание. И к нему мы подобрали вот такую вот блузу с широкими, с открытыми плечами и с двойным валаном. Сейчас этим летом актуальны в этом сезоне валаны, рюши. Поэтому белый цвет, он всегда в тренде. Что еще? Базовая моделька, базовый цвет, да. Также мы обращаем ваше внимание на аксессуар. Это сумочка. Она подойдет к любому вашему образу, не только к этому. Сумка тоже марки Элис. Смотрите, насчет блузки, да. То есть, чем хороши такие блузки? Во-первых, они визуально увеличивают грудь, что немаловажно. Если есть у нас проблемы, у меня есть, например, такая проблема, поэтому для меня такая блузка будет очень актуальна. Плюс, очень хорошо заходят не только вот брюками, кулотами, розовыми и так далее, да, любого цвета. Хорошо будет смотреться на отдыхе, например. Короткие шорты джинсовые. Можно использовать вот эти вот части, они все спускаются, то есть, можно использовать вообще вот прям вот такую сделать, да, такую прям в стиле каком-нибудь испанском, да. Можно, допустим, одно плечо только опустить, второе сюда. Ну, то есть, очень много вариаций для использования, как бы, для стилизации. И всякий раз, каждый раз будет смотреться по-новому. Поэтому обращайте внимание, и главное, здесь хлопок, и вам не будет жарко, и будет прекрасный загар, думаю. Давайте следующее посмотрим, что же у нас еще. Далее юбка из такой же ткани, как у нас было представлено ранее платье. К нему мы подобрали такую вот хлопковую, хлопковую футболку. И джинсы, джинсовая курточка, она уже, актуальна уже который год. В этом году она представлена у нас в нежно-розовом-пудровом цвете. Тоже очень романтичный образ, его можно носить по-разному, не только так, да. То есть, мы любим универсальность, то есть, вещи, которые не будут лежать у вас в шкафу, да, пылиться, вы его можете использовать не один сезон. Круто, да, так? Прямо интересно. Круто, да. Цветовая гамма, да, розовая, пыльная роза, пудренно-розовая. Цветовая гамма очень крутая, правда. Плюс еще, заметьте, что каждый, как бы, это капсула. То есть, это капсула, и, в принципе, каждая вещь, она сочетается с друг другом очень легко. То есть, в принципе, эту курточку можно сюда, да, надеть, да. И, допустим, эту футболку можно к этим брюкам, ну и так далее. То есть, это все рабочая база. Очень хорошая куртка, хочу заметить, что она объемная, она не куцая. Это самое важное, главное в джинс... Ну, как бы, главный критерий при подборе джинсовой куртки, что она должна быть достаточно объемной, не куцей. И это очень хороший вариант для лета. То есть, она не белая, не банально белая, как бы, и интересный цвет. И, в принципе, все хорошо, объем мне нравится, и можно носить с джинсами и всякими разными шортами, юбками. Ну, очень интересная, базовая вещь, можно смело брать и радоваться жизни. Следующую посмотрим, девочку. Следующий очень романтичный образ. Это как платье сафари, да? Нет, это платье-рубашка с валанами, да? Обратите внимание, подчеркивает талью. Да, и очень круто будет смотреться для девочек, у которых широкие плечи. Данное платье можно и в офис, в офис одеть, очень красивое. Цвета просто действительно потрясающие. И смотрите, здесь платье сделано, ну, как бы, рисунок, это мелкая-мелкая полоса. То есть, незаметно для вас, визуально вы кажетесь выше. То есть, это неявный, там, горох или, там, неявные полосы черно-белые, да? То есть, мелкая полоса, она визуально дает, как бы, такой эффект. Даже на ремне, видите, она сделана вертикально. То есть, бывает, что все хорошо, а потом раз, и на ремне такая полоска горизонтальная, и все, как бы, испортилось. А тут прям все хорошо. Плюс, оно полностью расстегивается, без ремня можно носить, как накидку. То есть, функционал большой, и можно смело, как бы, комбинировать с другими вещами. Например, с теми же брюками можно надеть футболку, сделать это платье, как накидку использовать. Достаточно строгое платье, но за счет таких вот рюшечек она немножко облегчилась и смягчилась, можно сказать, и элегантный фасон получился. Посмотрите, обязательно обратите внимание на V-образный вырез. То есть, визуально то же самое дает, вытягивает шею, и объемчик там, где нужно делает. Отлично, спасибо большое. Но вот это все было в таком розовом, пудренном цвете. Прям нежность, нежность, прям воздушность. Нежный-нежный. Нежный-нежный. Приглашаем следующих девушек. Спасибо вам. И теперь уже совершенно другая цветовая гамма. Ой, какой классный бомбик. Нергуяна, вам слово. Это коллекция, она у нас, мы показали, хотели показать юбки плиссированные. Она в магазине представлена не только в двух цветах, да, есть еще и в других цветах юбки плиссированные. Ну, хотелось бы обратить внимание на первую модель, юбка золотисто-песочного цвета, который является, данный цвет в этом сезоне очень актуальный. Ага. Вот и кружево, кружевной бомбер. Цвета хаки. В этом сезоне он тоже очень актуальный. Данный бомбер представлен тоже в нашем магазине, еще и тоже в пудровом розовом цвете. Какие кружева, такие красивые. На самом деле, мне в этом комплекте очень нравится вот эта вот футболка. То есть это шелковая футболка, супер базовая. Это топ. Топ, да, то есть это как бы топ. То есть он топ не совсем вот прям майкой топов сделан, да, то есть рукава небольшие имеются. Посмотрите, какой цвет. То есть это супер база, и таких вы можете взять несколько, не боясь, потому что эта вещь пригодится в любом образе и зайдет прям с любой одеждой. Юбка очень красивая, такой вот цвет прям интересный, золотисто-песочный, и он такой отлив интересный. Тоже можно носить с кедами, причем вот полностью такой лук, можно просто переодеть обувь, и уже совсем по-другому все будет играть. Давайте следующий посмотрим, девочек, расскажем вам. Цвет юбки бесподобный. Юбка, да, цвет нежно-голубого цвета юбки, наш хит-продаж из весенней коллекции. Это единственная юбка, которая представлена у нас не лето, это весна. Она у нас сейчас представлена со скидкой 30%. Вот, и хочу обратить внимание на белый блейзер, который уже который год тоже не выходит из моды. Его можно сочетать с чем угодно, и с джинсами, и с белыми брюками, и с платьем, и со всем чем угодно. Поэтому мы хотели вам показать такой нежный, романтичный образ. Очень красивый пиджак, классный. Смотрите, еще фишка в том, что здесь карманы боковые. То есть вы видите, да? То есть когда есть такие карманы, они визуально увеличивают, да? Или наоборот могут как бы, да, ну, тяжело подобрать. Когда такой, он немножко прям все сбивает, все хорошо. Посмотрите, есть очень классная пуговица черная, да? То есть этот лук может быть смотреться за счет пиджака, этот пиджак может смотреться за счет низа, если у вас романтичный какой-то низ, то будет смотреться в целом лук более легко, да? Если здесь будут черные брюки, например, это будет прям деловой-деловой костюм. Можешь показать топик? Смотрите, очень классный топик, тоже сделан акцент на груди, и визуально тоже увеличивает нужные части. И за счет белой части визуально кажется все меньше. На самом деле, главное расположение полосок, нежели размер этих полосок. Значит, все мне нравится, все хорошо, юбка бесподобная. Кстати, она делает еще вот так, когда вы ходите, она красиво прям фолзит, очень красивая юбка. Давайте, девочек, следующих посмотрим. А, это вот лен. Да, это уже лен, стопроцентный лен. Данная модель, она очень современная, кюлоты. Мы хотим показать вам, что можно носить не только шорты, брюки летом, но есть такая еще вещь, как кюлоты. Вот, она с полоску, что визуально длиняет силуэт, и жилет, он идет в одной капсуле, но к этим кюлотам пойдет любой вверх. Любой вверх правильно подойдет, еще к жилету можно, допустим, использовать не только эти кюлоты, можно использовать, в принципе, юбочки из любой коллекции. Еще мне нравятся кюлоты, кюлоты идут всем, и главное подобрать просто длину. Что касается лен, это очень здорово, что это лен, и, значит, летом будет нам очень комфортно. Мне интересует, вон, тот последний костюм, какая-то красота. Это, кстати, по-моему, сайз, да? Плюс сайз, да? Да, это марка Лалис. Данная модель представлена у нас до 56-го размера. Ой, моя мама, наверное, сейчас радуется от клиза, и уже знает, в чем она будет ходить со мной по городу. Да, классная, классная. Кстати, вот этот вот тренч, не тренч, вернее, жакет в стиле такого тренча, он очень функциональный, только не... То есть плюс костюмов, то, что вы можете их разбивать. Вы можете разбивать, то есть отдельно можно носить брюки, отдельно можно носить жилет, и вместе будет хорошо смотреться, и все как бы раздельно. Плюс силуэт вытягивает, то есть также используется полоска незаметная, да, то есть неактивная полоса, визуально все скрывает и делает меньше. Заметьте, здесь есть специальные выточки для размера плюс, то есть не одна такая большая, да, как бы, да, а здесь вот таким образом сделано, что сделано визуально все меньше. Ну, это, наверное, жакет можно как платье носить, мне кажется. Да, мне кажется, тоже, да. Его можно еще сочетать с белыми брюками, тоже будет смотреть. Ну что, дорогие друзья, мы благодарим магазин Элис и Ниргуяну за представленную коллекцию. Мы с вами не прощаемся, увидимся сразу после рекламной паузы. Бегом в магазин Элис за новой коллекцией. Итак, мы продолжаем наш эфир и сегодня мы посвящаем наш эфир детству и детскому творчеству. И вот, девочки, у нас сегодня в гостях Роза Баюшева. Роза у нас является преподавателем Академии гений в городе Якутска. Представляете, у нас есть Академия гений. Вы слышали о ней? Нет, я не слышала. И сегодня у нас есть маленькие гении. Это Артемий Голубев, ему 11 лет, а также Вячеслав Алексеев, ему 9 лет. Помашите ручкой. Привет. Вот они, они. Ну, чем они занимаются, мы узнаем чуть позже, а сейчас мы хотели бы проанонсировать. Ведь с 1 июня стартовала акция. Девочки, слышали ли вы что-нибудь про скульптуру «Счастливый ребенок»? Да. Слышала. Слышала? Угу. Ну, об этом сегодня нам расскажет поподробнее Роза. Роза, добрый день. Здравствуйте. Роза, расскажите, что же за акция такая по созданию скульптуры и чему она будет посвящена? Мы работаем в этой школе Академии гений. С нами занимаются дети от 5 до 18 лет. У нас, основное наше направление это робототехника и программирование. Наши робототехники работают с конструкторами Лего. Среди них очень много детей, у которых дома много Лего. Действительно много. Родители говорят, что Лего очень много. И они не могут... Хранить-то негде. Хранить-то негде, да. А дети хотят все больше и больше. Потому что, собрав одну модель, они хотят его собирать снова. Да, вы правы. Поэтому они приходят к нам, чтобы научиться сделать из Лего что-то еще более интересное. Например, роботов. То есть вторую жизнь даем Лего, да? Теперь оно оживает, превращается в роботов. И этим мы занимаемся на наших занятиях. Наверное, это еще экономично. Лего или Лего Бионикл? Нет, у нас не Лего Бионикл, у нас Лего Майншторм. Майншторм. Вот, например, модель. Обычный, традиционный. Я это покажу. Да. Если можно вдохнуть вторую жизнь в Лего, я за. Да, потому что мне это уже... Сует недешево. Один раз собрав, они все-таки... Ну, то есть это мы говорим про занятия Академии гениев, да? Туда приходят дети на дополнительные занятия, да? Ну, а вот что же за акция? Скульптура «Счастливый ребенок» вы решили организовать? Да. Тон-то и дело, что очень много Лего остается у многих дома, оно не совсем задействовано, а мы хотим предложить жителям нашего города создать скульптуру «Счастливый ребенок». Все мы знаем, что дети рождены для счастья, дети рождены, чтобы быть счастливыми. И при этом все наши родительские амбиции очень высоки. Мы требуем от них очень много. Мы говорим им снова и снова, будьте самым лучшим, самым активным, самым лучшим учеником в классе. А дети рождены, чтобы играть, чтобы быть счастливыми. И поэтому мы решили создать скульптуру, чтобы привлечь внимание жителей нашего города к тому, что дети рождены для счастья, рождены для того, чтобы быть самими собой. Да. И вот именно создавая вот такие акции из Лего, вот вы сейчас, дорогие друзья, можете увидеть на экране, да? О, Боже мой! Совсем скоро в нашем городе появится аналогичная скульптура «Счастливый ребенок». Дабы доказать, что дети Якутска такие же счастливые, такие же радостные, развитые. И вот помимо того, что они собирают это все в классах, они это решили вывести в люди. Вот как будет проходить акция? Куда сейчас мы можем сдать те самые Лего детали? Мы хотим, чтобы эта акция была экологичной, поэтому мы бы не хотели бы закупать Лего и из него строить. Мы хотим, чтобы каждый житель города, поскольку у нас год добрососедства, мог принести свободное Лего, задействованное в наши точки сбора. Это библиотека Центра детства и юношества на проспекте Ленина 1. Это компания Азбука к нам откликнулась. Адреса мы потом отправим в Инстаграме вашим горсом. На экранах сейчас, дорогие телезрители, вы можете увидеть адреса точек сбора. И хорошо, то есть дома лежит Лего. Собрала коробочку, пошла, отдала в точку сбора. А далее мой ребенок как-то будет принимать участие в создании? Или все-таки создавать вот эту конструкцию будут опытные люди? В июле мы набираем курс Лего робототехника и программирование 3D. В ходе этого курса мы научим детей создавать скульптуры из Лего. Вот из того Лего, которое нам принесут. Мы будем экспериментировать, пробовать. Тестично, возможно, мы возложим часть работы на детей. А у меня вопрос, а вы придумали уже, какая скульптура будет? Ну, у нас есть определенная конструкция. Интересно. Хорошо, тогда какой размер будет? Да, вот какой масштаб? Это будет около метра высотой. А место размещения продумали уже? Да, нам нужно общественное место с высокой проходивостью детей и родителей. Это, возможно, будет торговый центр или библиотека. То есть, Роза, мы собрали эту конструкцию, и она у нас не будет стоять месяц-два, она будет увековечена. Конечно, это скульптура. И никто не подойдет, вот так не толкнет, она не сломается. Мы ее как-то фиксируем? Да, фиксируем ее на клею, делаем определенный каркас внутри. Конечно, скульптура сделана для того, чтобы она стояла несколько лет, радовала нас. А может быть, ее вообще сделать в нескольких выставлять торговых центрах, как музейную экспонату? Допустим, постояла в одном торговом центре, в другой. Конечно, мы будем рады. Здорово же. Нужно сделать две или три. Или две или три, да. А вот мы сейчас видим, да, на экранах, видели, да, самые большие конструкции. А что касаемо вот России, где в России вот аналог такой уже скульптуры есть, самая большая, это где? Самая большая в России скульптура расположена в детском мире на Лубянке, в городе Москва. Да, я ее видела, классная. Большая, да, Маша? Да, очень. Она, если я не шваюсь, там на несколько этажей, да? Несколько этажей, 18,5 метра, она отражает взлетающую ракету. Вот мы видим в сламе ее. От начала исторические эпохи, исторические деятели, они по мере роста скульптуры, они там расположены. Мы можем их все клеить и сверху там посмотреть. Ну вот на самом деле сразу не поймешь, что это лего. Когда ты заходишь, ты видишь, что это скульптура какая-то. Я только когда близко подошла, поняла, что это лего. Это, конечно, такая реклама этому конструктору. А еще я помню, в Домодедово было, был такой дяденька из лего сидел на скамейке. А в Питере есть лего-центр, тоже очень там классная скульптура, но там не меньше. Девочки, ну теперь и в Якутске появится скульптура «Счастливый ребенок». Пусть она будет не настолько масштабна, всего, да, метр в высоту, но это хороший старт, да? И вот хотели бы вы в будущем сделать эту акцию какую-то, знаете, постоянную? Ну, допустим, каждый год ко дню города выставлять новые конструкции. Можно было бы попробовать, вопрос в материалах. В материалах. Ну мы посмотрим, а вдруг в этом году соберем столько, что еще на 5 лет хватит. Подожди, это же от нас зависит. Если мы принесем побольше лего, то, возможно, она не будет метровая, а будет там трехметровая, например. А потом можно, знаете что, можно, допустим, активных членов указать в табличке о том, что... Кто принес больше всего деталей? Больше всего лего внесла там такая-то семья. Семья такая-то, да? Да, конечно. Именно об этом мы стараемся тоже эту идею задействовать. А у нас есть приз семье, нескольким семьям, которые принесут наибольшее количество лего. То есть дополнительный конкурс еще был, да? Еще. Интересно. Еще мы хотим провести в июле конкурс рисунков. Нам обещали помочь Якутск-Вечерний. К счастливый ребенок. Чтобы узнать, что дети сами думают о том, как же выглядит счастливый ребенок, что ему нужно для счастья. То есть это такие сопутствующие конкурсы, да? Да. Основному. А вот как будут измеряться, вот если я все-таки иду сдала килограмм, да? Пакетами, пакетами. Как вы будете измерять, какая семья сдала больше всего? Поштучно сидеть, пересчитывать? Поштучно килограммами или пакетами? Мы планируем замерять общий объем. Вот сантиметрами. Кубически, да? Да, кубически. А, то есть, значит, приносят лего, вы его складываете в кубик. Да, мы его уплотняем в пакете и измеряем кубически. Вот так вот. Ну, с ума сойти, да? Еще раз напомните, какие именно лего-то надо приносить. Не дупла, а то некоторые сейчас принесут дупла, вот эти большие. Они не биоников, которые из монстров собирают. Маленькие лего. Нет, не биоников. Да-да, я и говорю, что не их, да. Маленькие лего. Формата лего-сити, формата лего-старварс. Обычные лего. Это где-то в Америке, да? Это в городе Билдун, Дания. Это родина лего. О-о-о. Вот так вот. Ну что, а я пойду к тем товарищам, кто увлеченно сидит и собирает лего. Кто хрустит лего. Такой амбициозный проект, да, на самом деле. Так, кто Артемий, кто Вячеслав? А Вячеслав где? В глазу. Вот он. Ты даже забыл, как тебя зовут, да? Артемий и ты, да? Да. Мальчики, ну вот смотрите, вы ходите в школу гениев, правильно? Да. Занимаетесь вот сбором лего. Вот скажите, сколько, вот самая большая конструкция, которую вы собрали, сколько деталей было? У меня примерно 100. 100 деталей, а у тебя? У меня примерно 500 с чем-то деталей. 500 с лишним деталей. Сколько часов ты сидел, дорогой мой, собирал? Три дня сидел. А ты ел? Да. А спал? Да. Мальчики, вот неужели не хочется побегать на улице, не знаю, попинать мяч? Вот вы сидите, собираете лего. Почему вот нравится все-таки вам вот такая усидчивая, трудоемкая работа? Ну, развивается. Потому что, потому что дает веселье. Ты веселишься так? Угу. Хорошо, еще что-то делаешь? Еще дает знания. Знания дает? Угу. И? И удовольствие. Удовольствие. Так, у Вячеслава? Что, почему, что тебе дает занятие вот сборка? Ой, Артемий. Лего? Ну, интерес. Интерес. А скажи, вот... Ой, Даша, Даша, подожди, мне вот вопрос только, Артемий. А ты вот так делаешь, когда машинку собираешь, так едешь, и еще она так... И так делаешь? Ты три дня сидел, собирала, а она разрушилась. А вот так, делаешь так... Нет, ты не ломаешь лего. Ну что ты, это же так здорово. Мальчики, а вот, кстати, вот Маша спрашивает, да, у вас. Вот вы один раз собрали лего, и вот ставите на полочку его, да? Или все-таки вы его потом разбираете и заново собираете? Ну, какой-то коллекционирую, какой-то разбираю, потом с какой-то собираю. А у тебя? Я тоже. Посмотри, вон туда, мамой ручкой помахай. Тебя не видно. Вот, молодец. Привет! Вот и теперь не поворачивайся ко мне так сильно, а то тебя плохо видно. А вот скажи, у тебя, ты говоришь, что ты так тоже не крушишь, да, их? А дома наступаешь ногой на вот эту злосчастную детальку? Бывает, мама ругается? Пяткой, голой пяткой. Иногда. Иногда ругается, да, что вот они везде разбросаны. Бывает такое? А у тебя? А у меня тоже самое. То же самое бывает, да? То есть ругаются в основном родители, правильно? Нет, подождите, а вы что, даже в гонки не играете? Знаете, есть такие модельки, где вот гоночные машины собирают, а потом наперегонки. Подожди, они же роботов делают, девочки. Нет, ну это радиоуправляемые машинки есть. Почему? Они с моторчиками. Вот они сами их делают, да? Вы делаете таких роботов? Да. А скажи, вот это что такое на столе? Я же вижу там, что она как раз лежит у нас такая. Гоночная машина. Гоночная машина? Вот я же про это и говорила. Это все из лего? Да. С ума сойти. Вы на перегонке не ездите, не с кем. Она работает? Она работает? Да. А покажи на полу, как она работает. Показывай быстро, мы хотим посмотреть только это. Она не ездит. Она не ездит, а что делает? Поворачивает. Поворачивает, покажи, что делает. Вот, и все? И все? Ой, пока ручше шевелится. Она долго включается. А, долго заряжается. А это у тебя что здесь? Вертолет. Включай. А он летает? Сейчас он все сделает. Тут не только он летает. А, ну я знаю, что ты потом, наверное, туда привяжешь видеокамеру и будешь снимать все, что дома происходит. Да. Коптер. Так, мальчики, а есть какая-то мечта у вас, вот именно касаемо лего? Может быть, ты хочешь какой-то определенный супернабор или соорудить что-то большое из него? Есть такое? Ну, хочется набор из тысячи деталей. Хочется набор из тысячи деталей. А у тебя? Пять тысяч. Пять тысяч деталей? Такое бывает? Или ты придумал? Давайте, кто больше? Ой, мамочки, он полетел. Ой, точно летит. Это Карлсона ты сделать хотел, да? А получился вертолет. Сколько дней собирать это? Часа два. Часа два? Чего-то. Ой, мальчики, я вас оставляю. Ну, сейчас соберусь. Так это, наверное, готовые комплекты, да, такие? Да, это конструкторы Lego Education. На них можно собирать вот такие конструкции, как управляемые автомобили и вертолеты. Там, по-моему, только, я не помню, там два или один вариант, но вот у нас... Роза, давайте быстренько, у нас осталось по 30 секунд, проанонсируем еще раз. Когда акция стартовала с 1 июня, по какое число мы можем приносить и сдавать Lego? До 20 августа мы будем собирать Lego. Мы предлагаем всем принести Lego в точки сбора. В точки сбора. Адреса точек сбора вы видите прямо сейчас на экране, а также вы можете найти это в социальных сетях. Ну что, дай бог, чтобы наша скульптура «Счастливый ребенок» получилась, получилась, дала старт этой хорошей такой, знаете, акции, и чтобы это стало ежегодной традицией. Спасибо большое, ну а мы увидимся сразу после рекламной паузы. Спонсор нашего проекта – магазин детских товаров «Викуша». Спешит вам напомнить, что на сегодня есть много и много товаров, способных порадовать малышей и их родителей. Мягкий коврик «Фунимал». Он обязательно понравится и маме, и малышу. На мягком игровом поле приятно лежать и играть с игрушками. Размер коврика позволяет вовлечь в игру сразу нескольких детей. При этом он будет поглощать шум. Во время периода ползания и первых попыток ходить коврик будет защищать запястья, колени и голову от ударов, благодаря мягкому и нескользящему материалу пива Си. Детям постарше будет интересно знакомиться с буквами и животными, а также коврик способствует развитию воображения. Коврик «Фунимал» имеет двухсторонний дизайн, высокую износостойкость и легко моется. И что самое важно, он абсолютно безвреден для здоровья вашего малыша и не имеет никаких запахов. Викуша всегда заботится о своих покупателях и дарит радость всем малышам и их родителям. Любая ваша покупка будет доставлена прямо на дом. И не важно, живете вы в городе или в Улусе. Телефоны доставки и инстаграм магазина Викуша вы найдете на своих экранах. Ну и мы продолжаем наш фирм. Ой, девочки, что за муха? Цирк приехал. Да? Дева. Что-то происходит, угородяйте, мамочки. Я так и знала, что именно со мной это произойдет. Столько радости и счастья я не испытывала ни разу в городе женщин. Не говори. Ой-ой-ой. Неужели будет бабах? Нет? Бабах будет. Цветочек. Бема, ты заслужила цветочек. Хорошая, Бема. Создала образ хорошего. Вот видишь, какие цветочки. Я боюсь, что меня сейчас делают. Что же мне? Даша что-нибудь съестное, она очень кушать хочется. Банан? Собачка. Собачка. Ты не ешь, что-то бабах. Кот-дог, Даша, кот-дог. Собачка. Я злая, как собака, видимо, да? Ты милая, как жена. Маша. Поняла. Гантели у меня сейчас будет. Крокодил. Змея. Змея. Так. Что это? Боже, какой звук. Меч, Маша. Вот тебе, получается. А, я рыцарь круглоского. Отлично. Спасибо большое. Ну что, я думаю, еще не все. Не все. Боже мой, что-то происходит. Видишь, фокус. Люблю. Да? Держи. Спасибо. У тебя шарик? У меня. А здесь есть шарик? Нет. Точно нет. Есть шарик? Не-а. Точно? Точно. Давайте. Ой, раз, два, три, дуй. Не, как волшебница. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Это не как-то глотрупное дыхание. Есть шарик? Вот он, фокус. Ну что, ребята, чудеса случаются. И сегодня, прошу, пожалуйста, присоединить. Мы пригласили в студию известную клоунессу, да, в городе нашем. Это Ириска. Добро пожаловать, Ириска, в наш город. И, конечно, лето, на дворе жара, парки работают, дети веселятся. И даже мы, взрослые, порой радуемся вот такой мимимишной теме, да. Но сегодня мы пригласили Ириску в качестве посетительницы города женщин. Ириска, убирай эту шляпку. Сегодня мы у нас в городе женщин. Знакомьтесь, Ирина Корнилова. Здравствуй, Ирочка. Здравствуйте. Добрый день. Ирочка, ты у нас такой очень забавный, какой-то мультяшный герой, да. Но сегодня мы хотели бы поговорить о тебе как вот о девушке, как о женщине, да. Как вот о личности. Вот расскажи немножечко о себе. Вот когда ты решила стать и выбрать вот такую интересную профессию, как клоунесса? Я не выбирала ее. Профессия нашла тебя сама? Да. То есть ты как, ну ты же... Я на самом деле музыкант, всегда занималась музыкой, математикой там, рисованием. Пошла в цирк нечаянно, буквально, чтобы, ну в оркестр попасть. Там же есть оркестр, в цирк. Ну и Сашуля, по-моему, меня увидел вместе. Рустик там тоже был. И они такие, а ты... А мне как раз в оркестре сказали, нам флейта не нужна, зачем нам флейта? И я иду, такая... И вот они меня просто заметили, они такие, а ты почему не хочешь быть клоуном? Так тогда оскорбилась. Оскорбилась, да? Вообще такая же леди, какой клоун! То есть ты себя воспринимала как леди тогда, да? Ну, ну в те... Нет, я была такая зажатая тогда, и как-то думаю, клоун это как-то... А потом все-таки пришла к ним на прослушивание, и все это быстро завернулось, очень быстро все начало разворачиваться, я даже опомниться не успела. Как оказалось на сцене. Да, что как оказалось на сцене. Ну и потом, правда, у меня мама вспоминала тот момент, когда я заболела в садике и не пошла гулять, ну, на дневную прогулку. И меня оставили с нянечкой или с кем-то там одну в группе. Я нарисовала клоуна, и тогда вот воспитательница не могла понять, откуда я его срисовала, потому что картина клоуна не было, где я это все взяла, и вот это была какая-то такая мистика тогда, и в итоге, ну, я потом стала клоуной. Ты вообще очень талантливая, Ирина, ты очень талантливая. Говорят же, талантливый человек талантлив во всем. Давайте посмотрим, какие картины рисует Ирина. Вот вроде бы, да, клоунесса веселит людей, а посмотрите, какие, какое творчество, какой талант. Браво! Очень красиво. Это акварель, по-моему. Это акварель, да? Это акварель, да. И ты не получала образование, это от души. Нет, я пару классов, этот гуаш уже идет, пару классов я училась в школе художественной, по-моему, год или полтора. Это моя тетя, это я вот совсем недавно ей подарила картины. То есть ты так очень любишь рисовать, да? Хорошо. А вот возвращаясь все-таки к тому моменту, вот когда ты пришла в цирк и сначала как бы немножечко оскорбилась, какой клоун, да? Я музыкант. А потом нашла все-таки, как скоро ты перешагнула вот этот барьер, да? Ведь все-таки клоун, это ты должна радовать людей. Ты должна воспринимать любую публику и ты должна заставить их смеяться. Вот как ты перешагнула через это? Сразу же тебе далось? Нет, это где-то было года два, наверное. Года два. Я уже выступала и все такое, но это все воспринималось как-то по-другому. Я и Сэна это все воспринималось по-другому. И через какой-то момент я просто перешагнула. Я тогда меняла часто маски. У меня была и лицедейская маска, и другой грим, и токи сяки. То есть ты была в разных образах, у тебя не было своего личного, да? Ирина, а сейчас, значит, сколько уже по времени ты занимаешься этим? Юбилей или как? Ага, ну получается, да, наверное, уже скоро юбилей. Сколько лет, конечно. Ой, я первый раз вижу без грима Иру. Это мой вам гей, я очень люблю дикий отдых. Прям без электричества, чтобы вообще без телефонов. Ой, какая прелесть. Да, мне очень нравится, когда дети радуются. Вообще дети очень искренне. И они, если им нравится, они сразу начинают радоваться. Ира, а вот костюмы, все то, что ты на тебе, это ты все своими силами или цирк, это реквизиты цирка? Какие-то костюмы у меня цирковые, какие-то костюмы мне мама шьет, допустим. Я сама их в дизайн создаю костюмов. Ой, подожди, еще один вопрос. Вот Юрий Никулин сказал, что самое сложное, человека очень легко заставить плакать, оскорбить его, он заплачет. И самое сложное, это заставить искренне смеяться. Ну да. Вот все вот эти вот сценки, как ты придумываешь? Некоторые прям сразу просто приходят, я вот что-то смотрю, по жизни что-то, оп, это можно было туда ввести, оп, это можно было туда. А некоторые я прям там смотрю Ютьюбы, смотрю других клоунов, там что-то, что-то. То есть какой-то опыт перенятия есть, да, нужно смотреть? Да, 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 да. Я вот здесь вижу такой очень интересный инструмент. Давай пока, все-таки ты музыкант. Вижу, она профессиональный флейтист, она же в воркестере должна была играть. Я давно не играла, правда. Давайте послушаем, как Ирина, Ириска играет на флейте. Ладно, давайте послушаем. Как Ириска будешь играть или как Ирина? Ирина Корнилова сейчас? Или Ириска? Ой, я уже, не знаю, да. Я уже готова стать Машей, да? Давайте, давайте. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Это кусочек итальянский польки Рахманинова. И я вот немножко хочу сыграть, да, это Захара Степанова, это наша якутская мелодия. Ирина Корнилова, это наша якутская мелодия. Ирина Корнилова, это наша якутская мелодия. Спасибо, Ирочка. Спасибо большое. Большое. Аплодисменты. Ир, вот скажи, что бы ты посоветовала вот многим людям, да, которые, возможно, как-то, знаешь, не нашли еще себя, не нашли свой образ, не знают, чем заняться. И самое главное, вот сидят и думают, что они ничего в этой жизни не могут, у них куча комплексов, и они думают, что, боже мой, я ни к чему в этой жизни не пригожусь. Я ни к чему на их думать. Ну, мне кажется, это неплохо так думать, потому что, когда наоборот не думаешь совсем так, то совсем нет развития в человеке. Мне кажется, надо пробовать просто больше по росту, очень много пробовать того, пробовать сего. Ты же сам себя не знаешь, ты родился на этот свет, на самом деле сам себя не знаешь. Вот этот крезок жизни под названием «Жизнь», ты просто каждый раз что-то пробуешь, что-то, что-то, ну, а потом сейчас, ну, мне кажется, внешность или еще что-то вообще в принципе роли не играет. А раньше я думала, что, ну, как бы я не состоюсь по жизни, потому что я такая маленькая в росте. Она создалась, и, Ирочка, мы желаем тебе всего самого наилучшего.